Сегодня участвовал в записи передачи на канале Интер Знахари против медиков Я понимаю журналистов, их задача обострить проблему до той ситуации, когда привлечет к ней максимальное количество зрителей Честно говоря, у меня остался после этой передачи не очень приятный осад Потому что вот это противостояние, оно не нужно, абсолютно не нужно Ваше здоровье не в том, кто с кем будет конфликтовать А кто сможет вам оказать наиболее квалифицированную и действенную помощь И несмотря на то, что я принадлежу фактически к обоим лагерям Я, честно говоря, редакторов передачи не понял Да, я более 25 лет назад закончил Киевский мединститут и имею диплом врача Но я родился в семье фитотерапевтов И по самым скромным подсчетам, то, что я насчитал Я седьмое поколение фитотерапевтов То есть я фактически по рождению я знахарь А по диплому я медик И что, мне самому с собой конфликтовать? Да зачем? Я прекрасно понимаю и ту, и другую часть медицины Я понимаю, что в принципе Знахари с этого всего начиналась Народная медицина, она была в истоках Она была в основе всего Правда, потом она специализировалась И перешла постепенно в официальную медицину Первой стала такой хирургия, понятно Были войны, нужно было оказывать хирургическую помощь Лечить было некогда А потом, когда люди стали жить дольше Появлялись болезни Ну, появилась необходимость лечить чем-то их тоже Если я, может быть, открою кому-то эту новость Но, в принципе, по большому счету Врачи терапевтического профиля из официальной медицины Они в большей степени знахари Причем знахари с дипломом Почему? Все просто От 50 до 70% фармакологических препаратов Которые меня не оперируют Растительного происхождения Редко какой врач обходится без жаропонижающих Без аспирина И он не думает о том, что салициновая кислота Которая там находится Первично ее химики нашли в коре Ивы Белой Салик Сальба И положили туда И теперь все используют И не думают, что это растительное средство Вы знаете, когда у человека где-то какие-то спазмы Очень часто назначают алкалоид попаверин А еще часто назначают алкалоид плотифили А это все препараты растительного происхождения При наркозе назначают морфий Он тоже, как и попаверин, из мака снотворного Да, раньше люди использовали мак Мы едим пирожки с маком Это считается знахарством, наверное С точки зрения глобальной А попаверин Не знахарство Хотя, в принципе, источник один и тот же Вы знаете, делить медицину на белую и черную не стоит Потому что, если знахари против медиков Кто-то из них белый и пушистый А кто-то должен быть черным, получается Но это же неправильно Ведь человеку, как потребителю Фактически медицинской услуги, ему все равно Кто ему окажет помощь Главное, чтобы помощь была оказана в полном объеме И чтобы его здоровье максимально, возможно, сохранилось И усилилось Поэтому я думаю, что не стоит Вот противоставлять эти два звена Хотя на Украине очень уникальная ситуация В этом плане Народная медицина на Украине Официально признана нетрадиционной И это мне непонятно А официальная медицина Естественно, становится автоматически традиционной То есть у нас в традициях на Украине Кушать таблетки, а не украинский борщ Хотя украинский борщ, в принципе, национальное блюдо Которое помогает укреплять здоровье И можно лечить некоторые болезни Как и кухня любой другой страны Потому что традиции формировались Вот национальная кухня каждой страны Это фактически первое звено Это профилактическая медицина Если человек правильно ее использует Он болеть не будет Если что-то у него не получается Вот тут появляются лекарственные травы Которые тоже находятся на этой территории Которыми тоже можно улучшать здоровье Можно решать какие-то вопросы Какие-то ситуации со здоровьем Нельзя это забывать Это нормально Больше того, поиск фармпрепаратов Многие делают тоже из растительного сырья Зачем изобретать велосипед Если его уже природа изобрела Не стоит, я думаю, противоставлять Одну медицину в другой Можно просто правильно использовать Возможности и той, и другой медицину Кстати, эксперты ВОЗ в конце 80-х годов Выдали очень интересную резолюцию Они признали, что официальная медицина Она хорошо лечит острые состояния Да, и хирургические случаи, реанимация Там, кардиологические большинство заболеваний острых Нужно лечить средствами и методами Вот официальной медицины А 75% болезней То есть хронику всю Вот тут они говорят Знаете, лучше лечить народными средствами Лучше лечить фитопрепаратами И это было Это есть И так лучше Почему? Потому что фитопрепараты Они как бы там ни было Они имеют мягкое действие Да, не будем мы реанимационному больному Заваривать там чай из ромашки Но если у человека есть какая-то Такая хроническая проблема У нас есть много времени на ее решение Ну вопрос Несколько дней или недель приема фитопрепаратов Способны решить эту проблему Кстати, некоторые проблемы решаются Фитопрепаратами значительно лучше Чем фармпрепаратами Например, сахарный диабет второго типа Потому что большинство случаев Сахарного диабета второго типа Связано с жировым гепатозом Или с неалкогольным Или алкогольным стеатогепатитом И не может фармакологическая промышленность С синтетическими препаратами В такой мере улучшить работу печени И избавить человека от диабета второго типа А фитопрепараты могут Можно просто грамотно их складывать И использовать Поэтому я думаю Не должно быть противостояния Что должно быть обязательно У каждого человека должен быть здравый смысл Должен работать здравый смысл Вот что должны вы сделать Прежде чем отдать свое здоровье в руки Какого-то эскулапа Вы должны узнать Есть ли у этого эскулапа диплом Есть ли у этой клиники Какой-то уровень аккредитации Потому что клиники Они тоже имеют разный уровень аккредитации А это их возможности Официально признаны Официальной медициной И рейтинг клиник На западе учитывается У нас не очень У нас больше доверяют Ну и правильно На мой взгляд делают Все-таки специалистам То есть знают этого специалиста Оказывал он кому-то помощь Получилось Отлично Значит я попробую Поэтому в принципе Не стоит противоставлять Одну медицину другой Я думаю что Человек У нас Наши люди имеют Хорошую интуицию Хорошую смекалку И должны разобраться К какому доктору лучше пойти И кому доверить свое здоровье И правильно Грамотно провести лечение Конечно Если народная медицина В руках человека Не имеющего Медицинского образования Который не имеет Представления о том Как происходят Процессы в организме Ну конечно Тут лучше не рисковать Но дипломированных врачей Которые занимаются Именно народной Традиционной медициной У нас достаточно Я думаю что Их не сложно найти И использовать Их возможности Для своего здоровья